честное слово я руки ничем не мазала чтобы было лучше понятно размер крысы вот вам пожалуйста но его все уже сто раз видели я вообще банальный человек привычки только поселили немножечко в тени солнце зашло в той части мы тут же переместились на солнце немножко замерзли это просто у нас такая любовь летом-то на солнце не сидишь помнишь мы видели как-то не помню то ли в германии то ли в чехии макдональдс и там была такая несколько столов все на солнце я сижу так смотрю думаю какой ненормальный человек сядет на это солнце будет там есть а люди наоборот прямо туда сразу на солнышко на солнышко своими подносиками все дружно расселись да ну да вот она совсем другая сторона жизни в тель-виве вот так надо же поворчать у нас солнышко хорошо в тель-виве вот так получил рабочий человек ай я теперь этими штуками все время что-то цепляю у меня посмотрите и то был хозяина рома с обнимашками что хотела рассказать хотела рассказать что мне кто-то написал не на днях а как-то уже не помню когда что вот когда вы одевались в масс-маркете выглядели интереснее я сейчас одеваюсь в масс-маркете просто я из одного масс-маркета перешла немножечко в другой где больше вещи того стиля который мне сейчас нравится мне кажется это независимо от того где ты одеваешься потому что ты всегда выбираешь те вещи которые тебе на данный момент подходят по настроению по тому как ты себя чувствуешь совершенно не связано это дорогие вещи или более дешевые или как-то среднего сегмента все равно ты выбираешь одежду которая тебе нравится когда-то мне хотелось выглядеть более необычно интересно сейчас у меня изменилось настроение мне хочется выглядеть немножечко иначе соответственно этого я нахожу себе марки которые это продают соответственно этого я и выбираю одежду поэтому то что мой внешний вид с годами меняется это не то что он меняется с годами он меняется все время я никогда в этом плане не стою на месте и 10 лет было что-то одно 5 лет было что-то другое сейчас что-то третье через 5 лет будет что-то другое я как бы не особо стараюсь определиться и остановиться вырисовываются конечно какие-то вещи вот как кожаные куртки ботинки которые мне фундаментально нравятся всегда но это определенная база вокруг нее уже все остальное может меняться изменяться большое количество раз за несколько лет поэтому то как я буду сейчас это не связано ни с масс-маркетом ни с какой-то другой одежды связано только с моим личным настроением и тем как мне хочется сейчас выглядеть это не потому что мне лень это не потому что это другие марки а это только потому что я себя сейчас чувствую вот так для меня мой внешний вид он прежде всего должен быть супер комфортным с тем как я себя ощущаю на данной на данном этапе своей жизни все и вот эта вот одежда когда ты оделся и ты чувствуешь что да ты одел на себя чего это не ты ты какой-то в чужом образе вот это меня всегда даже когда я одеваю что-то из того что я раньше носила и вроде как бы мне было в нем комфортно и классно я надеваю это чувствую что да она смотрится хорошо но я в этом себя не чувствую на данный момент с собой я это не буду носить до красиво дамов я поэтому соскучилась вот да сфоткаться красиво но мне не сфоткаться мне в этой одежде проводить целый день поэтому если я не чувствую ее мне в ней не кайф до свидания я это носить не буду как бы люди не говорили что мне это идет что мне это красиво как яркая помада да не чувствую я сейчас себя с красной помадой то там могу иногда накрасить яркие губы когда да под настроение но большей частью времени я не чувствую себя так поэтому я не буду себя насиловать и заставлять но полно из других вариантов вот такая ситуация вырисовалась я тут постирала свою кофту это чисто шерстяная она такая мягкая и плотная и вы не поверите этой кофте наверное лет семь я вне фотографировалась еще беременная я ее ни разу не стирала но давайте как говорится будем честными я за эти семь лет наверное и и 5 раз и надевала тоже она очень теплая и вот сейчас когда я ее взяла в поездку и сколько я там ходила ну скажем два дня я в ней ходила и плюс еще ехала до два дня ну туда и обратно нет кстати обратно я уже мне не ехала туда и ехала в него скажем три раза надевала три дня носила я поняла что все ее надо стирать и чтобы там ни было придется стирать я ее постирала как написано на ручном режиме положила все это в пакет для стирки слегка там отжала сделала еще меньше даже чем режим отжима на час меня наизнанку еще выберутая для стирки по-моему там было 600 оборотов я сделала 400 и было написано что ее надо сушить разложенный и вот я на сушилке и и разложила вчера дело было вчера я ее постирала и нужно подсохло и вроде бы знаете прямо супер ничего с ней не случилось я прямо довольно я ее даже накрыла это она у меня лежит не просто на тряпке зеленых это микрофайбер полотенцем которое быстро высыхает как знаете этих у спортсменов которые плаванием занимаются я эти полотенца обожаю и это для меня вот это полотенце это масло мне их много нет именно а вообще это маст хэв для поездок я не пользуюсь гостиницах в самых лучших ни в каких не пользуюсь местными полотенцами я всегда беру вот такое большое с собой и она легкая но быстро сохнет она мало занимает место и превосходно работает я не могу вытирать не лицо ни какие-то другие части тела гостиничными полотенцами разве что могу на голову его замотать и это лучше лучше чтобы не надо поэтому вот она быстро сохнет я накрыла просто чтобы ничего мне не испачкала ничего не разлилось я знаю что может быть на всякий случай все нормально у меня тут спрашивали что за желтая сумочка это вот такая тоже на руку это ральф лорен я купила такую и такую же голубую я ее отдала маме это канва как я понимаю по-моему я из прошлых или позапрошлой поездки их привезли позапрошлой и сюда я просто повесила кошелечек для денег там мелочи всякой принято что это лакостопом кстати кошелечек вот это вот кожа я тоже была уверена что это канва но это вот на удивление кожа а это нет ну вот такой вот он яркий прикольный здесь у меня пристегнуты наушники они меня всегда пристегнуты потому что иначе прощай наушники и итак дамы и господа хотела показать вам вот такую интересную вещь дезодорант алюминию free от компании шавит это израильская марка сделана в израиле для тех кто не пользуются обычными дезодорантами боится для меня вот есть вам для есть вам для вас есть для вас такой вот шариковый вариант я несколько раз пробовала другие дезодоранты которые без алюминия какие-то работали какие-то нет поэтому с радостью попробую это тоже меня алюминий не особо пугает но я знаю что есть люди которые вообще это не приемлет поэтому да вот попробуйте не тестировано на животных и сделано сейчас я проверю точно ли сделано но в израиле это да он и иуда да вроде бы правильно сейчас кто-то скажет как вы так плохо читаете да не видно здесь что написано иногда не видно что написано так дальше от этой компании у меня здесь масло чайного дерева что это туда по-русски написано две вот такие вот баночки что у нас пишут про масло чайного дерева я не знаю что с ним делать если кто-то знает как масло чайного активное эфирное масло австралийского чайного дерева из листьев т.т.т. содержит так способ применения добавьте две-три капли масла в горячую воду при приеме ванны для массажа нельзя использовать чистое масло 10 капель масла добавьте в 10 миллилитров масло для массажа только для наружного применения интересно дальше антиэйджинг наверное написано по-русски чтобы я не мучилась ну а вот гранат серум для лица омолаживающая сыворотка так она говорит богатая витаминами минералами антиоксидантами растительного происхождения отлично подходит в качестве основы перед нанесением крема или макияжа для восстановления укрепления кожи лица сыворотка имеет нежную консистенцию быстро впитывается успокаивает кожу лица так что у нас здесь по составу кстати не очень я вам уже как-то про эту марку рассказывала не очень-очень хорошие составы вот такой вот сыр дальше из гранатовой серии у нас здесь написано по-русски чтобы не учиться так гранат питательный крем для нормальной такой кожи лица питательный крем богатым составом богатым состав для питательный крем богатым составом для кожи лица я перечитал несколько раз убедитесь я прочитала правильно пошла правильно замедляет процесс старения восстанавливает кожу мешает глубину морщин консистенция крема обеспечивает быстрое впитывание и дает прекрасное ощущение мягкости и эластичности так 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 и по составу посмотрим что у нас тут кому интересно кому интересно я это сфотографирую повешу пост в инстаграм вы сможете это прочесть и последнее что у нас здесь есть сабон помните пули наверное есть и по-русски лечебное мыло для лица нежное мыло для лица тщательно очищает лишний жир мертвые клетки и остатки макияжа при сохранении естественного естественного уровня кислотно-щелочного баланса и влажности кожи особо рекомендуется для мытья проблемной кожи также кожи жирно-смешного типа вот это как раз для меня попробую тоже отчитаюсь потом расскажу вот и все милиса подойди сюда покажи нашего нового друга как он там себя чувствует ты не достала не стала крысика да давай доставай что там тяжело и вы выудить она слишком маленькая достала давай иди покажи можно еще с углубленной покажем крысика иди сюда новый друг на тебя я покажу ты и заберешь как вы назвали крысу после савгании ты еще хочешь это покажи что ты это хочешь можно еще савганию посел как одну съела и можно еще закусить вот этим а попка не слипнется тогда без савгании ну или пончик или это нельзя сразу сейчас откроем тогда это надо руки помыть ты крысу держал иди помой руки придешь откроем я на фоне тостер я хотел сказать что это шарит компании она продается в супер парни рядом с все буквально прямо в этом же отделе я уже показывала она там есть проверено даже у нас супер фарм как он локал называется там тоже есть поэтому ищите там ну-ка на весь покажи хорошая шустрые чарли наконец-то мы видим вас не спящим хорошо да ну ладно кстати вот ногти у мопса должны быть такой длины я ему на днях попыталась постричь и нечего состригать потому что там уже мясо проверено учали на пальцах ногти стричь не надо на передних лапах морда танцы оказывается ханукальная так как на себе готовится вот играем на репетиция на завтра и и Сейчас пойдем с тобой купим, покажи, что ты смотришь, Мирис. Мистер Бин. Мистер Бин, очень смешно. Ты можешь по-русски говорить, Мирис, не хочешь? Это не по-русски. Он надел на голову курицу. Курицу из мамы. Из какой мамы? Я уже ничего не понимаю, но так как это мистер Бин, там ничего не понять. Ладно, оставим объяснение про мистер Бина. Как ты любишь его смотреть? Да, очень. А как ты его нашла, случайно? Нет, у меня сейчас сюда. Да, но первый раз как ты его нашла? Я катался мистер Бин. Ты не умеешь еще писать? Я не знаю, только мистер Бин. Не знаешь, ты еще писать не умеешь? Не умеешь. Не умеешь. Не умеешь. Не умеешь. Я умею. Нет. Я не умею. Конечно, не умеешь. Я пишу крысы. Купили для крысы вот этот вот дом. Я хотела, правда, деревянные, но деревянных не было. Посмотрим, как пойдет с этим. Печка у нас здесь греет по-прежнему. Крыса сейчас на прогулке у Мелиссы. А дедушка отдыхает. Поспи, Чарли. Поспи. Почему? Там шикарно. Опасно? Да. Ну ладно, мы будем только смотреть. Что-то у него там не так происходит. Да будет так. Равину не доверили залезать на лестницу. Начали молодого парня. Начали. Печка. Наверное. Так. Наând northernzus. Печкает спящeny enable. Э Streфов الطave. 頻звопрызвовży Nieя. Хлllä pl�ина. То-чuit logo. что я знаю конечно начал в садике учили я знаю эту песню но я тоже училась в школе не учила милиса даже сама пошла и взяла вот и прямо как взрослая ну-ка давай попробуй как пончик сахар вкусный ну сахар всем да это сахарная пудра это афкацука ты сейчас все высыпешь на себя да давай кусай по-моему ты не хочешь есть пончик ты вы только хотел облизать ничего мире с концу хануки в тебя уже пончики не полезут полезут горячий хариз острый мамашка да у нас тут телевизор что-то в этом году на каждом углу прямо зажигают вечерям очень много хуны пьет поставили очень мы я раньше ходила на площадь рабина а тут мы вышли пойти на площадь и только вышли есть одна и вторая как мы пришли прямо напротив аромы тут целью напротив бейт вару прям пока там дальше на морду есть одна чуть раньше там у тебя иркон есть да и там есть только мы видели сегодня в этом году просто тотальный фэл с ханукией мы не смогли найти правильные вот эти масляные как они называются такие как маленькие кувшинчики там железка в железке фитиль у нас есть масло и фитили и у нас нету вот эти вот железо которые внутри поэтому завтра у нас будет поход за на поиске вот этих вот железных штучек которые внутрь вставлять я не знаю как они называются поэтому сегодня вот так ну что поделать главное мы зажгли свечи ханукия горит я тут села сейчас буду выбирать себе лак для ногтей я не буду пользоваться светом ханукальных свечей это делать нельзя для освещения только для красоты потому что здесь светло буду выбирать себе лак для ногтей я вчера сделала маникюр постригла ногти просто вновь все обработала и из-за того что я после этого пошла в душ соответственно у меня если я иду в душ ногти фористы наверно не только у меня у всех и после этого видимо не набирают в себя много влаги и начинает пузыриться лак что здесь не запилена до конца надо подпилить еще вот поэтому лак сегодня я вот выбираю чтобы такое чтобы такое нанести у меня продержался в конце 10 дней я его стерла просто потому что уже было неприлично с ним ходить ногти отросли я его в праге стерла тоже было смешно у меня были с собой эти знаете салтеточки для стирания лака видимо не так долго у меня путешествовали в сумке потому что я обычно приезжаю сразу такое средство покупаю что они было шесть штук и только две из них были что называется рабочие до работали потому что видимо остальные где-то протерлись где-то что-то и испарились вот поэтому двумя салфетками я стирала 10 зеленых ногтей стерла все нормально но вот этот вот на мне держался просто вот мелу когда она ждал нифига не видно потому что свет плохой но я выбрала вот этот вот цвет сейчас один слой сделала уже извозила салфетку это номер 124 от мелука два слоя должно быть супер круто увидим в общем я даже не знаю как видно хуже ну вот два слоя и засраны летучими мышами или мышами балкон я на балконе в общем вот такой вот конечный результат 124 от мелука за 890 у меня был подобный цвет от джейд я не знаю где он но мне очень нравился я его использовала половину и он куда-то делся я решила что если есть такой же в той формуле которая мне нравится все таки мне кажется знаете лаки для ногтей это вещь которая не может быть пятилетней давности такая же хорошая как сейчас не может этого просто не существует тогда были совсем другие технологии чем сейчас то что было тогда она медленно сохнет она была хорошим на тогда если еще какие-то румяны или что-то тушь может быть столько лет хорошие лаки для ногтей нет то есть не то что одно и то же столько время да та формула которая была туши скажем пять лет назад сейчас я бы ей также и пользовалась потому что я не вижу никаких существенных изменений а вот в лаках я помню что тем что я пользовалась пять лет назад и считала что вау это круто сейчас я в жизни к такому не подойдет скажу какой кошмар вот дамы и господа все большое спасибо за внимание вы видите только мои украшения не забывайте поставить лайк не забывайте заглянуть ко мне в инстаграмм ксене телеви инстаграмм и увидимся завтра